Чаепитие у камина? Ура! Всем привет! Я Анна Оськина. И сегодня уменьшаем пачку печенья Милка с кусочками молочного шоколада. А если не хочется уменьшать? Тогда едим как есть. Не знаю как вы, но я очень люблю это печенье. Вечерком с чашечкой какао или ароматного чая, смотря уютные видео, вкуснятина. А теперь и у наших куколок есть такая возможность. Благодаря вашим запросам, конечно же. Тем более у них есть большой камин, в отличие от меня. Который создает новогоднее настроение. Как сделать камин я показала в прошлом видео. Как здорово! А можно еще пачечку? Да пожалуйста! Печенье получилось как настоящее. Уменьшена вся упаковка. Печенье можно достать и сложить обратно. Или разложить на тарелочку и угостить гостей. Не забывайте ставить лайки, если вам понравилось как я сделала печенье. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Но переходим же скорее к мастер-классу. Для начала я беру большую пачку печенья и разворачиваю, смотрю как же там что устроено. Какая у нее упаковка и как выглядят сами печеньки. Ммм, там довольно много шоколада. Сканирую огромную упаковку, уменьшаю на компьютере и распечатываю. А потом вырезаю маленькие этикеточки. Чтобы сделать печенье нам понадобится полимерная глина, бежевая и цвета молочного шоколада. Изучаю печеньку и измеряю ее. Ее размер 5,5 сантиметров, что на кукольный размер будет равен чуть меньше 1 сантиметра. Беру полимерную глину цвета теста. Раскатываю длинную колбаску и нарезаю на много маленьких частей. Каждая из этих частей станет печенькой. Катаю шарик, расплющиваю на рабочей поверхности и придаю фактуру зубной щеткой. Хорошенько обрабатываю эту печеньку капельку. Теперь катаю тонкую-тонкую ниточку колбаску шоколадного цвета. И зубочисткой отрываю от этой шоколадки кусочки и помещаю в печеньку. Зубочисткой делаю на печеньке отверстие трещинки, куда будет подмещен шоколад. И чем больше шоколада, тем вкуснее. Можно обработать и обратную сторону. Тогда понадобится какая-нибудь шершавая поверхность. Наждачная бумага, кусочек губки или фактурный лист. Когда все печеньки с шоколадом готовы, нужно их немножечко поджарить под румянец. Для этого понадобится сухая художественная пастель. Я беру пастель коричневого цвета и крошу в пыль. И еще добавляю немножечко желтого. И этой смесью подрумяниваю печеньки кисточкой. Вот такое печенье у меня получается. Отправляю его запекаться на 20 минут при температуре 110 градусов. После выпекания делаю упаковку. Как вы видели печенье упаковано в упаковку с прозрачными ячейками. Я беру кусок тонкого пластика, который тоже взяла от какой-то упаковки. Кладу на него 3 печеньки и отмеряю. Отмеряю ручкой, но она потом с этой упаковки очень легко стирается. Прорисовываю 3 ячейки упаковки и вырезаю ножницами. Чтобы согнуть стенки делаю небольшие прорези канцелярским ножом. И загибаю упаковку. Вырезаю небольшие прямоугольнички и закрываю упаковку с двух сторон. А также вставляю 2 прямоугольничка, которые будут разъединять печеньки. Вот такая коробочка у меня получается и туда можно сложить печенье. Теперь делаем сам фантик. Беру вырезанную этикетку и наклеиваю на прозрачный скотч. Чтобы этикетка стала глянцевая и блестящая. В этикетку помещаю прозрачную упаковку. И склеиваю этикетку с обратной стороны. Теперь нужно склеить этикетку по бокам. Но одна коробка у меня будет раскрытая. Поэтому я склеиваю ее только с одной стороны. Хорошенечко прижимаю плоскогубцами с рифленым краем. Чтобы получился эффект фабричной склейки с рифлением. С другой стороны так же проштамповываю, но не склеиваю. Накладываю в коробочку печенье и кладу в упаковку. Если же вы хотите сделать закрытую упаковку, то не обязательно делать такую сложную работу. Достаточно плотно свернуть бумагу и поместить этот кусочек в упаковку. А с двух сторон склеить и проштамповать. Потому что упаковка закрытая и не видно что у нее внутри. И у меня получается две упаковки. Раскрытая и закрытая. В результате у меня получается упаковка печенья. Очень уютного, ароматного. Для этого видео я специально выбрала то печенье, которое я люблю сама. Ну а вы в комментариях можете написать любите ли вы его. И может быть у вас есть какое-то другое любимое печенье, которое возможно я тоже смогу уменьшить. Поэтому я жду ваших комментариев. Упаковочки получились как настоящие, только очень и очень маленькие. Ну а настоящая печенька в руках куклы смотрится просто гигантской. Я очень надеюсь, что этот мастер класс вам понравился и жду ваших лайков. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новинок. Потому что дальше будет еще много всяких новогодних штучек. Желаю вам творческих успехов, вдохновения и самого прекрасного настроения. До новой встречи!